Несмотря на объявленное перемирие, украинские силовики за прошедшую неделю 538 раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Режим прекращения огня украинскими силовиками нарушался 44 раза. Наиболее интенсивным обстрелом подверглись населенные пункты Калинова, Веселогоровка, Калиновка и Логвинова. ВСУ продолжает нарушать условия размещения вооружения и военной техники на местах отвода, предусмотренными минскими соглашениями, а также использует режим прекращения огня для наращивания военного потенциала своих подразделений на линии соприкосновения. Эти нарушения ежедневно фиксируются представителями миссии ОБСЕ. Так, в своих отчетах международные наблюдатели отметили отсутствие в местах хранения следующее вооружение вооруженных сил Украины. Гаубиц Д-20 6 единиц, самоходных гаубиц 2С-3 Акация 12 единиц, противотанковых пушек МТ-12 Рапира 21 единица. Кроме того, в ходе мониторинга обстановки вдоль линии соприкосновения войск представители миссии ОБСЕ зафиксировали один зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10». Вооруженные силы Украины вблизи населенного пункта Нижнелозовая, что также является нарушением минских соглашений. Все отсутствующие в местах хранения вооружения и техника, согласно данным нашей разведки, сосредотачиваются и маскируются на позициях вооруженных сил Украины вдоль линии соприкосновения. Для ведения постоянных обстрелов территории республики. Состояние воинской дисциплины и боевой готовности вооруженных сил Украины в зоне проведения так называемой АТО остается на крайне низком уровне. Отмечается употребление алкоголя и наркотических веществ, а также дезертирство среди военнослужащих вооруженных сил Украины, в частности в личном составе 92-й отдельной механизированной бригады. В настоящее время командование бригады проводит мероприятие по розыску 12 военнослужащих, которые самовольно покинули позиции в районе населенного пункта Счастье. Крайнюю обеспокоенность у руководителя медицинской службы Министерства обороны Украины вызывает возросшее количество венерических заболеваний в подразделениях вооруженных сил Украины. В связи с этим для решения данной проблемы военное командование направило в зону конфликта свободный медицинский отряд. Помимо участившихся ситуаций с перестрелками между подразделениями ВСУ в населенном пункте Попасное, украинские силовики применили оружие против мирного населения. Наша разведка отмечает факты подрыва военнослужащими 10-го батальона 59-й бригады, двух гранат и открытие огня и стрелкового оружия по гражданскому населению в центре населенного пункта Попасное. В результате террористического акта, совершенного пьяными украинскими военнослужащими в Попасной, имеются убитые и раненые среди гражданского населения. По данному факту проводится разбирательство. Продолжение следует...